Здравствуйте, я мать своих детей Ревенка Наталья Петровна. 15 августа нас выбросили из дома, сломали наш дом. Мы сейчас вынуждены снимать нежилое помещение, где нет ни воды, ни туалета. Это холодно, внуки двое болеют, вот двоих только привели. Не знаем, что делать, как существовать. Скажите, пожалуйста, вот самому маленькому члену вашей семьи сколько? Года два. Вот так каждый день набираем воду на кладбище и домой. Вот, пожалуйста, гаражи. Это все мои внуки. Правда, одного у нас не хватает, двоих не хватает у нас. Поэтому на данное время, вот мы здесь все сейчас проживаем. Как вот, мне кажется, конура у собаки лучше, чем вот как у нас. Вот это вот такое мучение, ходить, дети ходят. Это просто ужас. До чего нас допустили. Ой. Привет, малыши. Здравствуйте. Вы тут живете? Да. В данной ситуации я хочу сказать, что несовершеннолетние дети оказались выброшенными на улицу. Почему? Потому что закон этот вопрос вообще никак не урегулировал. И получается, получив соглашение собственник, он может всех остальных лишить жилья, в том числе, и несовершеннолетних детей, что вообще является незаконным. То есть противоречит и Конституции, и другим законам. Однако это происходит, это происходит в соответствии с 310-м законом. И в данном случае, как бы, нарушения 310-го закона нет. Нет нарушения, но есть нарушения Конституции. Есть нарушения Конституции, есть нарушения прав граждан. И, мало того, у нас детство находится под защитой государства. А как же у нас государство на самом деле защищает несовершеннолетних детей? Ну вот мы увидели, как она защищает все обращения. Все обращения и в администрацию города Сочи, в которой есть и органы опеки и попечительства, который должен защищать этих детей. Он не только не стал защищать права этих детей, он еще начал работать против них. То есть весь механизм, механизм юристов, государственный механизм юристов работает против несовершеннолетних детей. Продолжение следует...